Всем привет! С вами Одержимые, и сегодня у нас в руках опять Lada Vesta. Но если в прошлый раз мы тестировали заводскую модель, шильдик спорт, на которой смотрелся как на корове седло, то к этому экземпляру его можно точно приклеить без всякой натяжки, и для дрифта ей уж точно не потребуются дощечки. Но чтобы ездить вот так, естественно, нужен задний привод. Но Vesta никогда не выпускалась с задним приводом, и, наверное, никогда уже не будет. Поэтому весь автомобиль в буквальном смысле пришлось перекроить. Сзади установлен целиком подрамник и вся подвеска от Toyota Mark II. От него же редуктор и привода. Но просто так в переднеприводной машине, в базовой переднеприводной, заднюю часть с передней не соединишь, потому что нет большого туннеля. Там есть маленький туннельчик под сороковой выхлоп. Поэтому пришлось взять руки болгарку, распилить посередине пол кузова и сварить большой полноценный туннель, в который уже поместилась секвентальная трансмиссия и кардан. Силовая установка здесь, да, здесь JZ с разборки. Что значит с разборки? Это значит, что с ним ничего не делали. Его купили, открыли. А, ну да, JZ. Поставили новые вкладыши, новые болты, бросили сюда и прибили 76-ю турбину. 554 моторных силы, ничего впечатляющего. Дело не в этом. Дело в том, как его сюда устанавливали. Здесь не было так, что привезли его сюда, бросили краном. Не подходит, давай пилить. Ребята раздобыли где-то или сосканировали сами математическую модель всей машины. И на компьютере нарисовали, как там будет стоять JZ, какой нужно сконструировать под него подрамник. А подрамник, кстати, переделан заводской от Весты. И как нужно все детали расположить. То есть серьезный инженерный подход был применен. Более того, чашки были сохранены, заводские от Весты. В них только насверлены дополнительные отверстия. Я наконец-то отучился говорить слово «дырка» в автоспорте. И усилены швы. Стойка стоит там, где должна быть. Подвеска была также разработана на математической модели. И кулак был использован тот, который эта команда использует на своих заднеприводных классических «Жигулях». Естественно, немножко доработанный под Макферсом. А вот эта гигантская алюминиевая штуковина под капотом – это масляный охладитель от грузовика МАЗ. Но так как у грузовика он чуть-чуть больше и сюда целиком не помещался, то ребята не придумали ничего лучше, чем его распилить пополам, заварить снизу и сделать вот такой гигантский ойл-кулер. И работает, говорят, изумительно. И стоит всего 10 тысяч рублей. Так, сразу же остановлю поток вопросов, зачем это нужно. Авторы проекта – самарские ребята, которые связали свою жизнь с «Жигулями», производством и продажей тюнинг-запчастей для них. И ехать для них на отечественном кузове – это мало того, что прямая аналогия с бизнесом, но еще и нехилый хайп. Ведь гоночный «Жигуль» для пацана честь, а Сильвия – она и у Чевчана есть. Особо хочется остановиться на передней подвеске. Она здесь полностью самодельная. Так как у Весты с завода «Макферсон» самая простая подвеска и самая дешевая, которая может быть, и самая лучшая подходящая для дрифта, то ничего глобально переделывать не пришлось. Нужно только было сконструировать полностью самодельный кулак и вот эти рычаги. Причем по цвету кое-что напоминает, да? Более того, парни заморочились до такой степени, что смогли сохранить даже стабилизатор. Он заводской от Весты просто на новом креплении, которое позволяет колесу больше выворачиваться. Но я сразу же вижу одну конструктивную недоработку. Посмотрите, когда мы крутим колесо, как гуляет стойка. Она просто описывает целую дугу. А такого быть на «Макферсоне» не должно. Это очень негативно влияет на управляемость. Так, запчасти обсудили. Настало время понять, как они дружат между собой на ходу. А ручник-то где? Ну-ка еще раз. Ну вот я со всей силы его тяну, а она просто чуть-чуть замедляется. Так, может быть его надо прогреть? Так, вторую. Включили, едем. Попробую двумя руками. А по рулю коленкой. Ну-ка. Не, никого дома нету. По всей видимости, стоят колодки от Весты заводской. Или что-то не работает, потому что с таким ручником точно успеха не видать. Так, стоп. Я точно сейчас еду на Ладе Вести? Фиг с ним, что передел на задний привод. Почему так неплохо рулится? Почему такой адекватный, прозрачный, мягкий руль? По ощущениям, это Сильвия на сток подвески с запиленными сошками. Небольшой выворот, очень острой реакции на руль от нулевого положения до упора и возможность руления за счет кастера. Это когда руль сам вращается в нужном тебе направлении, а ты его только придерживаешь. Естественно, из-за того, что мотором здесь глобально не занимались, он особо никуда и не едет. До 4000 просто спит, после 4000 немного просыпается, ну и на своей 500 моторных в целом куда-то шевелится. Но, конечно, уже в 2019 году это не выглядит впечатляющим. Понятно, что сюда можно было поставить шестнарь, надуть его и получить те же 500 сил. Или, как у них есть в другой Жигули, в пятерке мотора Топеля, который там 400 с фигом выдает. GZ сюда поставлен для того, чтобы ехать в ГП. А если ты едешь в ГП, тебе надо 700+. Так вот, ты ожидаешь здесь увидеть нормальную мощность. С такой мощностью, как сейчас, конкурировать на разгоне ни с кем невозможно. Просто отстанешь. Единственная трасса, которая под эту машину, точнее, под эту мощность сейчас подходит, это Рязанский Атрон. Дальше надо дуть, ребята, так не пойдет. Подтверждением тому были и слова Дайга Сайта, которому эту Весту выдали как запасной автомобиль на этапе РДСГП в Мячково в этом году. Смотрелось это максимально эпично. Чемпион D1 и формулы Дрифт едет парный заезд на Жигулях в Москве без регистрации и СМС. Так вот, Дайга тоже жаловался на мощность. Говорит, догнать быстрых ребят – impossible. Безусловно, проект удался. Да, это невеста в привычном ее понимании, а просто набор гоночных запчастей в популярном бюджетном кузове. Но это не мешает ей собирать толпы фанатского внимания, быть уникальной в дрифтовом пелетоне и почти на равных бороться с топ-машинами РДС. Почему почти? Ну, потому что проект пока еще очень молод, имеет некоторые недоработки и шероховатости, но команда конструкторов не стоит на месте, дорабатывает ее каждый этап и преследует только одну цель – победу в чемпионате. За что им и огромный респект. И, как говорится, увидимся на разгоне. Субтитры создавал DimaTorzok